Летнего настроения в суровую зиму решили добавить ученицы художественной школы под руководством Марии Зиминой. Идея украсить витрину дома книги пришла спонтанно. Руководство согласилось сотрудничать и предоставило юным дизайнерам целых 12 метров пространства для творчества. Обрезки бумаги, картонные втулки, коробки и краски из мастерской Марии – материалы, из которых ребятам предстояло выполнить проект. Мы хотели сначала сделать деревья, сделать книги, летящие куда-то, которые несут с собой вместе, ну, сам свет этого мира, несут людям. А впоследствии уже перешли на вот эту идею летнюю, чтобы как зимой было тоже чувство тепла. Чтобы все это объединить, пришлось некоторое время помучаться, но вышло. Витрины украсили необычные деревья, буквы и, конечно же, люди, увлеченные чтением. Все элементы дизайна ученицы художественной школы создали за два месяца. Самыми сложными оказались кроны деревьев. Тут очень много кругляшков вот этих вот. Мы их очень долго скрепляли, мы их склеивали очень долго. Вот. Мы очень много кругов вырезали для них, около 500 штук, плюс-минус. Вот. Человечки, они сначала вроде бы так вот прям не входили, наш план, но потом мы как-то все-таки их внесли в картину. Вот. И они даже украсили, наверное, нашу витрину больше. Девочкам понравилась творческая и уютная атмосфера, которую они создавали каждые выходные. За чаем с печеньем, с веселыми разговорами они придумали и воплотили маленький мир, который теперь живет на витрине. Собирались по воскресеньям, то есть даже не в рамках учебного процесса, это как раз-таки вообще вне рамок, что говорит сразу о том, какая у девчонок была мотивация вставать утром рано, ехать вообще на другой край города, чтобы сделать что-то творческое и что-то, не имеющее отношения к учебному процессу. Как итог, ребята получили опыт работы над городским проектом. Дом книги – оригинальную и яркую витрину. А соровчане, проходящие мимо нее, – хорошее настроение. Девочки поставили себе цель – не останавливаться на достигнутом и планируют в ближайшее время воплотить в жизнь еще несколько идей.